Если неблагоприятное воздействие сахара изучено и доказано, то информация о сахарозаменителях продолжает делать много шума. Так, в конце июня 2023 года мир тряхнуло от новости Reuters. Это крупное мировое новостное агентство, что самый распространенный в мире посластитель Аспартам, международное агентство по изучению рака, может отнести к канцерогенам. Напомню, что его добавляют в самый известный газированный напиток. Мороженое, чтобы оно не кристаллизовалось, йогурты, леденцы, жвачки, шоколад, даже лекарственные препараты, например, от кашля. Словом, практически во все продукты с надписью «Пониженное содержание сахара» входит Аспартам. Сахарозаменитель без сахара. Официальное заявление ждем 14 июля, но его уже сейчас можно найти в списке возможных канцерогенов. Как сообщают ВОЗ и Джосифа, продовольственная и сельскохозяйственная организация по пищевым добавкам, сделали это после изучения многочисленных данных экспертной группы. Хотя Википедия содержит пока информацию о его безопасности. Результаты заявления в конце видео. Здравствуйте! Это канал о восстановлении веса и здоровья. О силе воздействия питания на организм человека и его лечебном и антилечебном эффекте. Обо всем этом рассказываю я, Светлана Никичук, нутрициолог и спортивный диетолог, автор курсов по восстановлению веса и восстановлению здоровья. Ознакомиться с моими программами, посмотреть даты старта и записаться на них можно по ссылке под этим видео. К тому же я более 20 лет в сфере фитнеса. Тренирую и тренируюсь в удовольствии. А это главная составляющая жизни. Ставьте лайк. Сегодня разбираем сахарозаменители более подробно. Для чего вообще людям пришло в голову изобретать что-то похожее на сахар, но им не являющееся? Для того, чтобы диагноз сахарный диабет не означал смертельный приговор. Дети, рожденные с таким недугом, могли вырасти и прожить до старости. Взрослые же прожить и жить без ожидания скорой кончины. Люди с отягощенной наследственностью могли не заболеть этим недугом вовсе. Когда было доказано, что причиной в первую очередь сахарного диабета, сердечно-судистых заболеваний, ожирения, гормональных нарушений, болезней печени, проблем с микрофлорой кишечника, преждевременного старения, оказалось повышенное содержание сахара в рационе, то естественно встал вопрос, а чем можно его заменить? И второй, как это сделать без потери вкуса? Ведь отказавшись от сахара или сократив его дозировку, можно не только значительно улучшить самочувствие, но и избежать хронических болезней. Подсластители и сахарозаменители спасли жизнь тем, кому противопоказан сахар. Сделали ее не менее сладкой. Напитки, шоколад, выпечка, пирожные, соусы, конфеты. При разумной дозировке можно не переживать об уровне глюкозы в крови. Еще ключевой момент в использовании и разработке сахзамов и подсластителей стал факт о калорийности сахара и его ключевой роли в наборе лишнего веса. Сладкие добавки, которые известны на сегодняшний день, это сахарозаменители и подсластители. Сахарозаменители чаще всего это натуральные добавки, которые по своему вкусу наиболее близки к сахару. В них больше калорий, но при этом они подходят диабетикам. Они не вызывают в организме инсулиновый ответ и имеют различный гликемический индекс. К слову, обычный сахар обладает гликемическим индексом в 70, а мед в 60. Поэтому не стоит думать, что использование меда не вызовет скачок инсулина в крови. В отличие от сиропа топинамбура, где гликемический индекс всего лишь 16. К натуральным сахарозаменителям относится фруктоза в полтора раза слаще сахара. Содержится во всех сладких фруктах, меде, некоторых овощах. Суточная норма для здорового человека 35 грамм. Из плюсов, менее калорийно, менее агрессивно в отношении зубов, тонизирует природный энергетик. Из минусов, при завышении суточной нормы негативно влияет на работу печени, кишечника и состояние микробиома. Ксилит, добавка Е967, максимально близка по вкусу к сахару, но калорийнее. Из плюсов, противодействует микробам на зубах. Именно поэтому вы слышали в рекламе зубной пасты и жвачки название ксилит. Но, естественно, никто не говорил о его минусах для фигуры. Сорбит, добавка Е420. На 50% менее сладкий, чем сахар. Суточная норма 20 грамм. При превышении дозы вызывает боль в животе и даже диарею. Встречается в местной продукции и полуфабрикатах. И ретрит, добавка Е968, в 10 раз слаще сахара, но также, как и сорбит, при несоблюдении дозировки вызывает слабительный эффект. Содержится в грибах, фруктах и овощах, а также в ферментированных продуктах, соевом соусе и вине. Стевия, добавка Е960, в 200-300 раз слаще сахара. Считается самой безвредной добавкой из натуральных сахзамов. Из минусов, специфический привкус. Снижает артериальное давление, значит противопоказан гипотоникам. Инулин, в 10 раз менее слаще сахара. Это пребиотик, который стимулирует рост полезных бактерий кишечника, микробиоту. Из плюсов укрепляет иммунитет, снижает уровень холестерина. Однако, также может вызывать диарею при несоблюдении нормы. Теперь о подсластителях. Это искусственный продукт. А значит, что он состоит из химических соединений, которые сами по себе не съедобны. Исключение лишь сукролоза. Однако, во много, а именно 160-600 раз слаще сахара. Но обладают около нулевой калорийностью. Итак, сукролоза. Добавка Е955. Вырабатывается из сахара. Но в 600 раз его слаще. Норма в сутки 15 мг на килограмм массы тела. При повышении дозы вызывает значительное сокращение микробиома кишечника. Ацесульфам. Добавка Е950. В 180-200 раз слаще сахара. Можно встретить в составе мороженого и безалкогольных напитков. В неизменном виде выводится из организма почками. Влияние на массу тела изучено слабо. Аспартам. Добавка Е951. Главный герой сегодняшнего видео. В 180 раз слаще сахара. И равен ему по калорийности. Разрушается при воздействии высоких температур. Есть опасения, что попадая в организм, аспартам распадается на аминокислоты и метанол. Который в больших количествах может быть токсичен. Но это ничто перед предположением ВОЗ и продовольственной сельскохозяйственной организации по пищевым добавкам. Джесси Фа о его возможной канцерогенности. В июне 2021 года была опубликована статья в журнале Nutritions, в которой были представлены данные о расщеплении аспартама до формальдегида, который обладает канцерогенным потенциалом. Так, 1 литр газировки без сахара приводит к превращению 600 мг аспартама в 60 мг формальдегида, что значительно превышает норму в 0,2 мг на килограмм в сутки. Также в статье говорится, что аспартам может вызывать расстройство настроения, психический стресс и депрессию. А длительное употребление аспартама влияет на кору головного мозга и мозжечка, что влияет на нашу способность к обучению и на память. Поэтому, конечно, существует большая потребность в дальнейших исследованиях, чтобы понять воздействие аспартама в долгосрочной перспективе на организм человека и, в частности, канцерогенности. Неотам, добавка Е961 в 30 раз слаще аспартама и в 7000-13000 слаще сахара. Почему сравнивают с аспартамом? Потому что это его более современная версия. В отличие от аспартама, он термостабилен и его можно добавлять в чай или кофе. Норма его потребления от 0,3 до 2 мг на килограмм веса. При несоблюдении суточной дозировки может образовать в организме фенилаланин. Поэтому люди с заболеванием фенилкетанурией должны быть осторожны. Существует исследование, утверждающее, что неотам нарушает микробиом кишечника. Но дождемся все же официального заявления, которое будет 14 июля. Сахарин. Добавка Е954 в 300-500 раз слаще сахара. Один из первых искусственных посластителей. Имеет привкус металла и при нагревании горчит. Согласно исследованию, 2014 года может вызывать непереносимость у глюкозы. Его добавляют в жаропонижающий и более утоляющий сироп для детей. Давали такой своему ребенку? Думаю, практически все мамы ответят да. У кого не было аллергической реакции на него. Подведу небольшой подыток. Попробуйте минимизировать сахар в рационе. Возможно, для вас это не будет потерю-потерь. Ну, а если никак и сладкого хочется, то заменяйте, но будьте осторожны с дозировкой. Не забывайте, что их также добавляют и в напитки, и во многие продукты питания. Все-таки воздействие сахарозаменителей на здоровье человека недостаточно изучено. А исследования, которые должны подтвердить или опровергнуть их, вредные воздействия только идут, либо не проводились. Также нельзя забывать, что мировые пищевые гиганты заинтересованы в их результатах. Независимые же организации настаивают на дальнейшем проведении достоверных исследований, а существующие не считают однозначными. Я, как нутрициолог, советую снизить или убрать из рациона такие напитки, как энергетики и сладкую газировку. Лучшими напитками есть и всегда остаются вода, чай, кофе без сахара. А лучшая еда – это цельные продукты. Итак, результаты обнародованы и официально размещено. Вы можете ознакомиться. Озвучу основное. Международным агентством по изучению рака МАИР и Объединенным комитетом экспертов Всемирной организации здравоохранения ВОЗ и Продовольственной сельскохозяйственной организации ФАО по пищевым добавкам. Опубликованы оценки воздействия спартама, не содержащего сахара, на здоровье человека. Ссылаясь на ограничительные доказательства канцерогенности для людей, МАИР все-таки классифицировала аспартам как потенциально канцерогенные для человека группа 2В МАИР, а Джесси ФА лишь подтвердила допустимую суточную норму в 40 мг на кг массы тела. МАИР создала эту классификацию для веществ, вызывающих рак у человека, достоверно научно доказанных. Но эта классификация не позволяет судить о риске развития онкологических заболеваний. По этой классификации группа 2В присвоенная аспартаму занимает третье место из четырех возможных уровней, где первое – самое опасное. Эта группа означает ограничительное, но неубедительное доказательство в отношении рака у человека, либо у животных, но не то и другое одновременно. Что ж, история со аспартамом не законченная. Исследования независимых организаций еще будут проводиться, но для этого нужно время. А мы с вами можем сделать вывод, стоит ли подвергать свое здоровье неоправданному риску. На этом у меня все. Ставьте лайк, чтобы я знала, что вам интересно и полезно. Здоровья! Увидимся совсем скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok